Родственник мой Виктор долгие годы искал своего отца, который так и не вернулся с войны. Сообщили только, что пропал без вести, под таким-то селом. И вот надо же, спустя много лет написала ему женщина, жительница того села, что она, возможно, знает судьбу этого воина и место его захоронения. Виктор немедленно выехал. Женщина, едва увидев лицо Виктора, воскликнула. «Да, точно, это я была в последние минуты с вашим отцом, вы очень похожи». И рассказала в подробностях, как погиб герой. Осенью 1942 года немцы пытались захватить высоту, но советские войска держались крепко. Бой был страшным, тут же в селе развернули лазарет. Санитаров не хватало, так жители села сами выходили на поле боя под пулями и вытаскивали раненых. В том числе оказался и Александр, отец Виктора. Раненых было более 20 человек, а хирург один. После очередной операции врач выходил к раненым и пытался определить, кого еще можно спасти, а на кого, увы, уже не хватит времени. Жуткий выбор. Александр был ранен осколком снаряда в живот. Он и сам понял, что жить ему недолго осталось. «А что девушки?» Обратился он к окружившим раненых жителям села. «Не найдется ли у вас гармонь?» «Сейчас принесем». Александр сел, прислонился к дереву, взял в руки гармонь и заиграл. Так странно звучала веселая музыка под грохот канонады. Раненые оживились, заулыбались, перестали стонать. Только Александр быстро слабел, теряя кровь. Напрягаясь из последних сил, он все же сыграл свою любимую песню. С последним аккордом гармонь выскользнула из его бледых рук. «Девоньки, мне бы еще молока!» Нашлось и молоко. Выпив стакан, Александр улыбнулся. «Ну вот и все, исполнились мои последние желания. Теперь можно и умереть». Через несколько секунд его сердце перестало биться. Жители села сами хоронили погибших воинов. Женщина, что подавала герою молоко, запомнила место могилы, отвела туда Виктора. «Вот я и нашел тебя, отец», – произнес Виктор. «Теперь и мне помирать не страшно». На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!